Татьяна Дроздова, представитель Тысячи Дорог Украина. Так правильно называется туроператор, которого вы представляете. Речь пойдет о Польше. То есть мы сейчас далеко от предыдущей темы не будем уходить. Говорили о Карпатах, чуть-чуть перевалили и уже в Польше. Будем говорить о Польше зимней? Будем говорить о какой Польше? Ну, смотрите. Во-первых, спасибо большое, что пригласили в студию. Очень приятно находиться в вашем таком очень затошном таком месте, очень красивом месте Киева. Безусловно, говоря о Польше, хочется стереть стереотипы, которые есть у наших, ну, и заказчиков, и людей, и клиентов, как хотите назовите, о том, что Польша – это только, допустим, если горнолыжный курорт – это Закопаны, или из всех городов на слуху только Краков. Вот хочется рассказать чуть больше об этой стране, немножко глубже копнуть, потому что страна действительно очень интересная. Много и летнего, и зимнего отдыха, и озера, и замки, и лечения, и серфинг, и фьорды, и все, что хотите. Но, безусловно, учитывая, что все-таки у нас уже приближается Новый год с Рождеством, то хочется, конечно, коснуться первого снега, коснуться прекрасных горнолыжных курортов, с возможностью посещать их и с детьми, и без детей, и студенчеством, и как хотите. Поэтому, безусловно, поговорим о Рождестве, о Новом Коде. Отлично. Ну, давайте начнем. Ну, во-первых, по поводу стереотипов. Мне все-таки не кажется, что они вот настолько заскорузлые, что прям кроме Кракова ничего не знают. Ну, Варшаву знают, ну, Люблин знают. Вообще, на самом деле, украинцы довольно неплохо знают Польшу, и в плане отдыха. Мне вот не кажется, что прям все так. Только транзит, только ради мультивизы мы ездим в Польшу, только ради Краковой закопаны. Все-таки не совсем все так. Или вы столкнулись с тем, что да? Не совсем все так. Ну, во-первых, с мультивизой там абсолютно не так дела. Теперь уже чуть хуже, да. Может быть, если вот люди самостоятельно подаются в консульство, то действительно есть возможность и журналистам, и людям активная профессия напрямую получать визы, поляки мультивиз практически не ставят. Это вот с мая месяца, в этом году у них произошли изменения. И на паспорта, где уже есть откатана польская виза, в этом же году они могут ставить мультивизу. Могут ставить, а могут и не ставить. Да, да, чуть-чуть и сложнее. У стереотипов действительно есть такой момент, на самом деле, у моих коллег-операторов и агентств, которые занимаются Польшей, потому что Польша доступна, она действительно очень близко, это наша соседка, поэтому, особенно после Евро-2012, очень много прозвенело. Таких прекрасных городов, как Врослав, Гданск, Краков, Варшава, понятно, это звездная пара. Но есть еще и новые курорты, которые мы хотели бы предложить для наших туристов, такие как Карпач, которые вряд ли активно предлагаются на украинском рынке. Также в большей степени и в меньшей представлена Буковина, Татранская и Бялка Татранская, это термальные источники, и также можно предлагать и как горнолыжные курорты. Ну и, безусловно, празднование Нового года в замках. В Польше очень много замков, особенно в сторону севера, в районе Гданьска. Они безумно красивые, в них можно... Которые и от крестоносцев, и от Речи Посполитой остались. Совершенно верно. Вот, поэтому, вот исходя из этого, конечно, хотелось бы приоткрыть немножко Польшу более глобально для наших клиентов. Ну, давайте начинать сначала, тем более, что я знаю, что в свое выступление вы готовили, я уж не буду вас сбивать, но вопросы задавать все равно буду. Мне очень помогаете, международно, на самом деле, потому что я Польшу очень люблю, я Польшей занимаюсь давно, и когда что-то любишь, очень хочется это продавать вкусно, предлагать вкусно и, ну, как бы, получать от этого просто удовольствие. То есть для меня Польша – это приятная тема. Поэтому, ну, в двух словах по поводу мультивиза, уж коль мы коснулись ей, да, то есть список документов для Польши, он очень минимальный, на самом деле, был до последнего момента. То есть для вас нужно было только иметь оригинал загранпаспорта, две фотографии, копию украинского паспорта и анкету туристов, и больше ничего. Согласитесь, для шенгенских стран это... Самая лучшая была польская виза, да. Ну, вот, несмотря на то, что поляки подставляют нам плечо не только в туризме, но и в политике, и в других вопросах, то вот так немножко странно получилось, что они усложнили список документов, так похолодало, да. И поэтому добавилась справка с работы и справка о финансовом подтверждении, то есть справка из банка. На самом деле ничего критичного так и не произошло. Просто мы хотели, чтобы было все совсем хорошо, а оно что-то в другую сторону полшага сделали. Да, и учитывая, что все-таки в связи с последними событиями в Украине не каждый из клиентов побежит открывать в банке счет, согласитесь, это выглядит достаточно своеобразным. Ну, так опасаются, да. Поэтому, конечно, вот этот момент присутствует, но, насколько я знаю, с консульством ведутся переговоры для того, чтобы в этот момент все-таки отменить. То есть, может быть, шаг вперед-два назад, мы полонос потанцуем и в другую сторону, да? Очень хотелось бы, да. И возвращаясь к вопросу вообще, почему Польша, почему Закопаны, почему хотелось бы предложить и продавать эту страну, ну, первое, безусловно, Польша соседка, то есть географически очень быстро можно добраться, поэтому активно используются и предлагаются нами и вами покупаться туры на машинах, так, на автобусах, поездах. Естественно, есть и авиатуры, но поскольку мы ограничим Украину с Польшей, поэтому проблем нет. Второе. Безусловно, самое важное сейчас, это экономичность туров, то есть недорогая. Я могу смело сказать, что, наверное, каждый будет пиарить свою страну, но все-таки Польша находится еще в системе польских злотых, поэтому мы всем знаем, что все страны, та же Словакия, допустим, которая уже зашла в еврозону, цены поднялись на продукты, на услуги, на отель. Польша в этом плане еще плавает в зоне... Ну, у злотого фиксированный курс по отношению к евро. Фиксированный, пока очень хорошо и стабильно существует. То есть спокойно, если мы с собой берем евро, и нам понадобятся злоты в Польше... И доллары в так называемых конторах, мы можем поменять эту валюту, даже не предоставляя документ, паспорт или что-то. То есть это без проблем работает во всех туристических городах, зонах и так далее. Так вот, третье, я бы, наверное, на вопрос, почему эта страна добавила еще, конечно, разнообразие курортов и предложений, которые есть на рынке. Ну и плюс, польский язык очень понятен для украинцев, согласитесь, мы, не знаю, польское, можем прекрасно понимать, что они говорят, можем не отвечать, но, по крайней мере, основную тему того, что нам хотели бы донести, мы знаем. То есть, исходя из этих всех комплексов, я считаю, что Польша является действительно очень успешным моментом для того, чтобы придумать себе там новогодний отпуск и рождественский. А вот Закопан — это действительно удивительная тема, это действительно на слуху у многих туристов, которые любят не только кататься на лыжах, но и которые любят экскурсионные туры и в Польше, и в Закопанах в частности, потому что Закопан — это давняя польская зимняя столица, куда стекаются не только поляки, украинцы, молдаване, белорусы, но и другие, так сказать, туристы из Словакии, Венгрии, из Германии. Восточные немцы довольно часто приезжают. Да, для них это очень дешево, поэтому, естественно, они очень любят. Что еще в плюсе? Закопаны, которые являются, скажем, олицетворением горнолыжного курорта, представляют собой не только подъемники и спуски. То есть, допустим, если вы везете с собой компанию своих знакомых и друзей, один катается, второй не катается, третий хочет шопинг, четвертый тянет на каток, пятый хочет в аквапарк, то есть вот шестой хочет вообще лыжную, горнолыжную сказку, то это как раз тот самый вариант, то самое место, куда вы можете, где вы можете воплотить мечты, сбыч мечты всех ваших друзей. И при этом недорого. И при этом недорого. И при этом, если у вас какие-то очень молодые, веселые друзья, которые хотят ночной жизни, это присутствует. И если у вас, допустим, семья с детками, которых можно отправлять не только в Карпаты, но и в польские курорты, и в Закопаны, и в Карпаччо, в Белку Татранскую, в Буковин, потому что есть развлечения для детей тоже. Поэтому Польша универсальна в данном случае. На вопрос, почему, я думаю, что это действительно удобно. Плюс ко всему добавляется еще прекрасный шопинг, потому что во всей Европе, в частности в Польше, после 25 декабря наступает действительно сезонная распродажа. Заветное слово распродажа, которое действительно является распродажами. И поэтому, естественно, очень-очень рекомендуем, исходя из всех перечисленных моментов. Наверное, по поводу трасс хотелось бы остановиться совсем чуть-чуть. Хочу сразу сказать, что в Закопанах и в Белке, и в Буковине, я как бы объединяю эти три понятия, потому что они находятся друг от друга недалеко. Есть различное количество всевозможных трасс от начинающих, от детских с возможностью обучения инструкторам, который говорит на украинском и на русском языке, до красных и черных и синих трасс. То есть любой вариант, то есть самый вариант такой активный, это склоны на сале, это универсальная трасса, которую можно предлагать клиентам, которые любят и начинать кататься, и которые средние катаются, и которые катаются профессионально. И, естественно, Каспровый Верк, который уже имеет черные трассы, причем это не только горнолыжные, трассы для сноуборда и так далее. Шимашково – это третий подъемник, такой самый глобальный, который является обучающим, то есть там в основном детки и начинающие лыжники, чайники, которые не умеют кататься. Поэтому снег, даже вне зависимости от погоды, придет он, не придет, никто не знает, в любом случае, все подъемники оснащены специальными снегонаполнителями, которые дают хорошие прямые удобные трассы. И можно в любое время, в принципе, с начала декабря уже туда заезжать и на католическое Рождество, и на Новый год, и на наше Рождество. – Ну, надо помнить, что Закопаны – это как раз Татры, горы Тея, это северные склоны, то есть у Словаков на юге как раз курорты аналогичные Закопаны на севере, с другого склона. – Да, совершенно верно. Поэтому вот такая карта представлена, она, собственно, нужна вам для того, чтобы вы просто себе представили, сколько всего интересно находится в этом городе. – Много точек, много и больших список. – Много точек. В самом центре находится прекрасная улица Круповка, такой Бродвей, куда обычно приезжают, стекаются со всех углов в Закопаны для того, чтобы выпить чашку Глинфейна, чтобы перекусить все искусный польский гуляш, насладиться здоровой народной музыкой, увидеть интересные польские национальные костюмы и почувствовать колорит именно этого места. Поэтому именно огромное количество таких вот отелей, пансионатов, вил, каких-то очень новых объектов, которые каждый год строятся. Польша – это тоже, кстати, отличие Польши от той же Словакии, что в отличие от Словакии, которая находится в заповеднике, где получить доступ и разрешение на строительство, это очень сложно. – А Польша в этом плане предлагает каждый год новый объект альтернативно. То есть, естественно, это высокий уровень, это совершенно свежий вид, это новый дизайн, такой гуральский стиль, эко-стиль, я бы сказала. – Да, но с другой стороны, все это рано или поздно может привести к тому, что будет отель на отеле, не останется где погулять, не останется ни кусочка чистой природы. – Ну, вот вы видите перед собой, допустим, спуск Шумашкова, да, это как раз та самая трасса для начинающих. На самом деле, если вы приедете в Закопаны летом, потому что, опять же, одно из неправильных пониманий Закопан, что можно ездить только зимой, очень хорошо летом, осенью, великолепный горный воздух, очень много туристов, которые берут палочки, заходят прямо наверх, очень много таких вот маршрутов. – Там же, по-моему, есть трассы, да? – Все, там все есть, и велобайки, и все, что хотите. Поэтому очень зеленые склоны и очень много мест, озер великолепных, которые находятся недалеко от Закопан, которые позволяют все-таки дышать свободно, поэтому есть где строиться, не будет там такой перенасыщенности, которой можно переживать. – Да, поэтому, ну, вот видите, склоны на сале, которые действительно имеют и подъемники, и гугельные, и подъемники кресельные, и возможность аренду получить обмундирование, то есть это тоже в Польше достаточно дешево, дешевле, чем во всех других горнолыжных курортах, вот, потому что стоит это в районе 70 злотых, злотый сейчас у нас к евро где-то 1,4, очень недорого. Вот, ну, Каспро и Вер, которые действительно уже представляют собой серьезные Татры, где можно уже кататься и черным, и на черной трассе, и красной, и синей трассы здесь есть. То есть это такой уже универсальный трассовый спуск для всех туристов, да? – Угу. – То есть, ну, наверное, скучно будет рассказывать сейчас об отелях, поскольку мы… – Почему? На самом деле, польские отели – это такой тоже момент, потому что среди польских отелей, ну, в основном городских, конечно, я сейчас не буду замахиваться на закопаны, как на курорт, есть довольно уставшие отели, которые остались еще со времен Варшавского договора, вот, и не попасть в такой отель – это одна из основных целей нашего туриста, хочется попасть в хороший отель, поэтому все, что вы рекомендуете, мы внимательно готовы послушать. – Безусловно. Ну, тогда я буквально в рекомендательном порядке, быстро, не вникая в какие-то глубинные детали, расскажу о том, что я бы рекомендовала, если хотят туристы путешествовать в ВИП-отдых, ну, то есть, хороший уровень, 4 звезды, как правило, в отелях 4 звезды, а в Польше, в Закопано, в горнолыжных курортах обязательно есть бассейн, спа. – Спа – это тоже такая хорошая фишка, то есть, приезжая в горы за сверху воздухом. – Фишка третьего дня, как мы ее называем, да. – Совершенно верно, вы можете не только попариться в джакузи, поплавать в бассейне, можете сделать еще спа-процедуры, и все это на фоне прекрасного дурманящего горнолыжного воздуха получается действительно такой шикарный коктейль здоровья. – Поэтому, естественно, этот отель, 4 звезды, я очень рекомендую отель «Бильведер», который работает и на Новый год, и на Рождество, и уже приобрел очень много постоянных клиентов, которые ездят каждый год туда. – Очень-очень его рекомендуем, он очень подходит и для семьи, и для туристов с собачками даже есть размещение. – Вот Грандосалевый двор по ценовой политике чуть-чуть дешевле, хотя это самый новый отель, один из самых новых отелей, он построен был всего там около 3 лет назад, находится он прямо под подъемником, это тоже такой момент, который часто хотят туристы. – Да, конечно, скинский аут, спрашивают, даже не зная, спрашивают. – Да, это вот как раз тот самый вариант, очень хорошая качественная четверка, опять же, с бассейном, с детским клубом, здесь уже мы можем предлагать для туристов и архитекта, отмечания по их желанию новогодних праздников, есть бал новогодний для взрослых и для деток, да, есть программа, вот, ну, достаточно все это выглядит весело, бодро, наши, так сказать, соседи, поляки, не тужественно любят и выпить, и потанцевать, да, поэтому здесь все это есть, и безусловно, по желанию можно это все предлагать. Ну, такой стиль немножко негуральский, современный, и очень хорошая цена. – Угу. – Вот тоже из виповского уровня, Гранд Стамаре, тоже отель сделан уже в старинном доме, бывший особняк, он находится в 500 метрах от центра Закопан, и выглядит действительно как старинное здание, оно находится под гидой ЮНЕСКО, то есть это памятник архитектуры, соответственно, номера достаточно большие и красивые за счет высоких потолков. – Ну, я вот сейчас не могу понять на нижние фотографии, но справа мне, допустим, все понятно, а на фотографии слева это номер или лобби? – Это номер, это номер. – Это номер? – Да, это номер. – Я думал, лобби. – Вот такой большой, красивый в таком имперском стиле, это, конечно, апартамент, здесь есть и камин, здесь есть двухуровневые номера с размещением максимально 5 человек. – То есть такая свита, наверное, гостиница ее, гостиная в смысле? – Да, то есть активная гостиница, очень такая для туристов лобби, потому что все рядом, прекрасный велнес, великолепные спа-процедуры, все это, кстати, очень недорого по киевским ценам особенно, поэтому очень рекомендую тоже его. Ну, есть попроще отели для туристов, которые любят такой же, скажем там, имперский, версальский стиль, но немножко подешевле, уже без бассейна отель «Версаль» тоже находится рядом с круповкой в центре. Отель, как многие отели в Закопанах, не разрешают курить, а вообще, вот, курящим клиентам желательно запрашивать номера с балконами, они есть, чтобы вот так вот там покурить и зайти уже в экологически чистый отель. Очень хорошая цена, недалеко от подъемника, недалеко от центра, тоже рекомендую. Вот, ну, есть вот тот самый называемый мной гуральский стиль, да, вот вы видите, как раз перед собой этот домик, все это в теплых таких тонах, сделано из дерева, очень много таких милых... Деревяшечка, пахнет, наверное, хорошо, да? Пахнет деревяшечками, очень хорошо, а рядом находится еще вкусный ресторан в резиденции «Бамби Бутик», который делает снэк-меню и великолепную пиццу, потому что повар из Италии, вот, поэтому очень современный, новый и резиденция «Бамби Бутик» состоит из трех объектов, которые всегда с большим вниманием пользуются спросом туристов и, соответственно, цена-качество – это очень хороший вариант. Ну и резиденция «Бамби Коттедж» также рекомендую обычно эти отели, эти резиденции для семей, потому что в основном размещается до пяти человек, то есть большая семья может поместиться, есть небольшая кухонька, можно без питания брать, то есть для туристов, которые любят самостоятельно, которые любят что-то готовить. Ну и при этом уединенность в своей компании. Уединенность в своей компании – это тоже имеет место быть. Ну, на самом деле, по отелям «Закопам» могу сделать вот такой экскурс. Вилла Ян находится недалеко от Поляны Шимашковой. Очень хороший объект, очень приятный. Вот, кстати, туда, вот как туда не приедешь, обязательно очень много туристов из Австрии, очень хорошая цена, дешевая, всегда все занято. Рядом подъемник, рядом центр, рядом базарчик. Австрии на своих курортах зарабатывают, а отдыхать сюда? Совершенно верно, да. Недалеко есть базарчик, где можно съесть вкусного закопанского сыра, где можно попробовать или купить какие-то красивые вязаные перчатки. Это то, что тоже отсюда привозят как сувениры. Ну, а главное, это, конечно, близость к центру и к подъемнику. Ну, вот вилла Вита, вот как раз видите фотографию летом, очень зеленый закопан, очень много воздуха, много кислорода, озона. И, безусловно, это вилла Вита для туристов, очень бюджетный вариант. Он находится прямо в центре города. То есть вы вышли, и вы находитесь прямо в зоне всего. Магазины, к слову, которые работают круглосуточно, особенно в топ-даты. Это важно, кстати. Да, это важно, потому что не во всей Европе мы знаем, что очень много закрывается в пятницу. Да, как вечер, так сплошные ролеты. Вот. А здесь, как бы, с этим все хорошо. Вилла Вита, прекрасное сочетание цены-качества, бюджетное, вместе с тем находится в центре города. Тоже очень рекомендую. Ну, и, кстати, по поводу этого пансионата тоже хотелось сказать два слова. В этом году пансионатарника, небольшой, уютный пансионат, принял решение не принимать туристов из Российской Федерации вообще. Вот они... Штраф заплатили? Ну, этого я не знаю. Но они так маленький, но гордый пансионат. И, на самом деле, вы знаете, как ни странно это работает, что люди вот хотят, чтобы у них были только украинские туристы. Или, ну, по крайней мере, вот они таким образом делают свой политический выбор, скажем так. Ну, пусть будет так. Есть туристы, которые именно часто задают вопросы, чтобы поменьше было туристов из России. Вот. Я считаю, что это вариант временный. И касаться политики, естественно, не будем с вами. Поэтому... Черное не... Продолжаем наше путешествие по Закопанам. Апартаменты. Это тоже вот одна из таких приятных моментов. Новый абсолютно апартамент. Вот апартамент Татьяна. Очень его люблю, поскольку мы с ним одно имя имеем. И он, и я. Вот. Это около 16-17 объектов, расположенных в центре Закопан. Вот такой вот красивый большой комплекс. Новый абсолютно. Вот видите, справа картинка. Там достаточно высокое дерево. Находится прямо в интерьере этих апартаментов. Это 9-метровый ясень, который не захотели срежесть. И вокруг него построились. Да, и вокруг него сделали такой эко-эко-такой апартамент. Назвали его апартаментом Татьяна. Максимально здесь можно разместиться в семье из шестерых человек. Это будет трехкомнатный номер. Обязательно в каждом вот такая абсолютно новая современная кухня. Все это тоже в таком эко-стиле. Прекрасный вид на Татры. Есть вся посуда. То есть отель работает без питания и на завтраках. И есть сауна. То есть я считаю, что это вариант для туристов, которые едут все вместе, хотят получить хорошую цену и находиться в центре. Очень хороший. Здесь можно также иметь бесплатную парковку. То есть если вы на машине приехали, вы можете встать. Ну вот из апартаментов тоже хочется отметить, поскольку обычно апартаменты находятся в центре Закопан, но не имеют никакой инфраструктуры. То есть нет ресепшн, нет каких-то там бассейнов, каких-то саунтов. Здесь вот апартамент Родовит, он находится вот тоже в таком старинном красивом особняке в центре города. И вот для клиентов, которые покупают в этом отеле апартаменты, здесь уже входит стоимость и пользования бассейном, и пользованием сауной, бесплатным Wi-Fi и парковкой. То есть вот эти четыре таких момента дают тоже очень хорошее ценовое и комплексное предложение. Апартамент Родовит тоже состоит из десяти различных апартаментов, которые имеют разные названия, очень интересный дизайн. Они все разноцветные, красивые. Тоже вот там я очень рекомендую этот объект. Мотылек. Тоже такой весенний легкий мотылек. На самом деле, видите, как раз фотография сделана, когда в закопанах было очень много снега. Тут он весь такой красивый, как в сказке. Тоже деревянный. В каждом из номеров практически есть камин. Согласитесь, очень приятно. Дрова к нему прилагаются или купить надо? Дрова не проблема. Дрова не проблема. Все это недорого. Знаю я апартаменты. Камин есть, топить нечем. Нет, тут все. Пойди поищи. Тут такое вот. Даже есть полотенце, есть фен, есть косметика. То есть приобретая апартаменты в этом объекте, вы можете слушать вечером, как скрипят дрова в камине, слушать интересную музыку, пить бокал вина и получать удовольствие. Это действительно такой кайфарский очень апартамент, моталек, поэтому я его тоже очень рекомендую для семей, которые готовы покупать апартаменты с кухней без питания. То есть это достаточно востребованная в последнее время тема. Мы сейчас делаем ставку и акцент в этом году, безусловно, на бюджетные варианты. И чем больше в апартаменте живет людей, тем дешевле, естественно, на каждого человека. И дело совсем не в том, что мы стали гораздо более прижимистыми, просто жизнь заставляет. Ну и понимаете, в связи с тем, что в Закопанах идет новое строительство, и за эти же деньги, которые мы еще год назад могли взять, как вы говорите, подуставших, хотя мы стараемся с такими не работать, потому что есть выбор, слава Богу. И я очень часто бываю в Закопанах, отбираю только то, что нравится мне, и то, что новое, то, что с любовью я предложу людям, и они возьмут и будут предлагаться своим друзьям. То есть именно такая вот позиция передачи информации – это самое важное, что есть. То есть на самом деле политика экономности отдыха в этом году, по-моему, это самое актуальное. Скажите, на каждом шагу, ну что говорить, если мне приходится употреблять слово «сэкономить», я как-то посчитал, более 45 раз за дневной эфир. Ну вот, видите, поэтому даже вас уже можно собирать и отправлять. А по поводу других курортов, тоже вот недалеко от Закопанцев, в 15 километрах находится термальный курорт, новый, Бялка-Татранска, который представлен именно как термальный. Термальные сточики были открыты в 2011 году. И есть вот буквально несколько отелей, которые я порекомендую, поскольку я так понимаю, что уже у наших слушателей немножко смешалось от большого ассортимента изобилия, но я хочу, чтобы вы действительно поняли, сколько всего интересного, сколько всего вам предлагается, что вы действительно остановите свое внимание и начнете выбор для себя. Опять баня «Четыре звезды» тоже новый абсолютно, чем хорош? Тем, что находится рядом с термальным комплексом. Термальный комплекс разделен на три части, где можно просто получать спа, где можно находиться в активной части аквапарк, и можно именно уделять внимание лечебной профилактике. То есть еще и терапию какую-то получают, да? Есть еще терапия, да, термальные источники тоже лечат. Поэтому отель «Баня-Четыре звезды» – это комплексы старого отеля «Баня-Три звезды» и новой достройки «Четверки». Они объединились, и получился вот такой вот очень красивый, теплый, в такой, опять же, в гуральском стиле, с различными потрясающими номерами, апартаментами, и очень много для деток, и ночной клуб есть. То есть он тоже вот, бялка достаточно небольшая, в отличие от закопан, и меньше инфраструктуры, да? То есть для туристов, которые хотят все-таки термальные источники, которые хотят, знаете, не чувствовать плечи товарища, да, то бялка будет оптимальным вариантом. Немножечко это все вот выглядит дикой природой, можно и кататься на лыжах, можно находиться в термалке, можно просто находиться в хороших отелях. То есть вот пансионат «Буркаты» тоже я рекомендую, «Топоров» – это очень хорошие тоже варианты трехзвездочных отелей с бассейнами, с ночными клубами, с боулингами, потому что инфраструктуры мало, поэтому отели стараются сами разобраться. Они в себя вбирают всю инфраструктуру, чтобы как можно больше люди оставались внутри отеля, выходили погулять и возвращались играть и наслаждаться. Особо выходить некуда, потому что это максимум термальные источники несколько ресторанчиков и спуск, и гулять нужно только в сторону Закопана, это 15 километров. Поэтому именно в этих отелях, чем еще хорошо, тем, что непосредственно собственники отелей частенько стоят на ресепшене, встречают гостей, поэтому там очень много, как мы говорим, репитеров, то есть есть такое профессиональное слово, то есть людей, которые с года в год приезжают в один и тот же. Мы подружились с хозяином, а дружба с хозяином, ну это чисто психологический момент. Ну вот хочется возвращаться, если ты подружился с хозяином отеля, ты едешь к нему, ты знаешь, что он за все отвечает. Он встретит тебя на входе, пожмет тебе руки. Не просто какая-то новая девушка на ресепшене. И отведет тебя в комнат, совершенно с вами согласна. Вот этим тоже они берут, вот такую камерность, душевность. Поэтому вот таким образом выглядит аквапарк, кстати, летом. Поэтому вот, чтобы туристы, поскольку все мы думаем, не сегодняшним днем уже живем, а так быстро, Катя, с этот мир тоже думаем, и завтрашним, и послезавтрашним днем, все-таки можно подумать о том, чтобы сесть на машину и где-нибудь на майске с удовольствием себе позволить съездить в аквапарк, в балку Татранскую, пожить там недорого в отеле, позагорать там на майском солнышке и поплавать в термальных источниках. Поэтому это очень хороший вариант. Работают он зимой и летом, то есть есть крытые-открытые бассейны. И, соответственно, вот такие горки вы видите и так далее. То есть есть чем развлекаться. Ну и хотелось бы два слова все-таки сказать о таких городах, которые всегда имели большое, так сказать, большое внимание удивлялось нашими туристами. Это и Врослов, и Гданск, но вот о Кракове хотелось сказать поподробнее, потому что очень туров много мы предлагаем туда. Ну если в двух словах, потому что нам нужно будет уходить на паузу, давай. Да, как скажете, как скажете. Ну а о Кракове просто я могу говорить про Краков очень долго, с удовольствием. А слушать еще дольше, мне кажется, да. Ну если у меня есть минутка, в двух словах я могу сказать, что в Краков мы ездим, начиная с новогодних дат, автобусом из Львова на Новый год и на Рождество, и потом уже аж до конца марта. И автобусы из Киева ездят в Краков тоже у нас, на новогодние даты и на рождественские даты. Также мы предлагаем ездить поезд Львов, Краков, Львов. Ну и безусловно для клиентов, которые привыкли и любят летать. Прямого периода, к сожалению, в Краков нет, поэтому мы летаем либо в Катурницу, либо летаем через Варшаву в Краков. Оттуда мы трансфером добираемся в отель и на месте берем великолепные экскурсии. Смотрим этот чудесный город с его потрясающими улицами, с великолепными площадями, с радушами и так далее. По поводу отелей, я так понимаю, что у нас сейчас... Нет, ну чуть-чуть еще давайте. Да? Ну хорошо. Минуток пять мы уделим от так и быть отелям Кракова. Хорошо. Они того заслуживают. Тогда спасибо, действительно, это так, потому что есть отели, которые вот как отель Косок, четыре звезды, он находится прямо на берегу Вислы с видом на Вавель, старейший памятник архитектуры Кракова. Отель Косок вот как раз для туристов, которые любят совмещать приятно с полезным, в эстетном месте, наверху, вот видите, слева картинку, это есть панорамный ресторан. Терраса, да? Очень-очень, кстати, хорошая кухня, недорогая. И приезжают и летом, и зимой. А зимой тоже там терраса, это работает, да? Да, терраса закрытая, терраса есть, и вы сидите как будто на ладони весь Краков у вас. Это очень красиво, стильно. И отель действительно дает очень хорошую цену. Есть спа, ну и, естественно, есть возможность просто качественно, хорошо отдыхать в Кракове. Ну и вот вам обзорная точка, за которую дополнительно платить уже не придется. Сто процентов. Это будет входить уже в стоимость. Ну, очень хороший тоже в старинной части Краков отель «Максимилиан». Троечка очень хорошая, которая соответствует цене и качеству. Прекрасные сцены на Новый год, на Рождество. То есть он уже достаточно давно предлагается, поэтому полюбился уже нашим клиентам. Отель уже достаточно много лет, но он прошел реновацию, поэтому в старинном здании, в старинных стенах абсолютно новые номера, абсолютно новый такой очень свеженький интерьерчик, вот как в этой студии. Вот поэтому очень мило. И, естественно, я вам его рекомендую. Ну и в отеле в Польше очень хорошо развиты сети. Блю Рэдисон, Интерконтиненталь, Новотель. А сети плотно зашли, угнездились, все крюча забили там. Да, главное, что я хотела бы сказать по поводу этого отеля, что он находится на берегу реки, и что дети, если до 16 лет во многих отелях уже считаются взрослыми, то в этом отеле дети до 16 лет, включительно еще дети. Поэтому они идут бесплатно по проживанию своими родителями. Есть бассейн, есть фитнес-зал, есть очень хороший ресторан, который каждую неделю меняют меню от мексиканского до французской кухни. Ну это очень хороший вариант, поэтому да, вот сети. И Ибисы тоже, кстати, это вот цепочка, которую всегда рекомендую для любого города. Вы можете абсолютно уверенно и в Авросове, и в Гданьске, и в Кракове, и в Катовице, и где вы только не находитесь, и в Варшаве. Да, как правило, у них здание внешне похоже на административное, а внутри там действительно хорошо. Так можно пропустить сам Ибисов. Учитывая, что это две звезды находятся в центре, стоят это недорого, очень недорого. Поэтому, конечно, безусловно, это очень хорошо. А мы про Польшу, про любимую Польшу в том числе. И хотелось поговорить, но я предупредил вас за эфиром, что мне лично, как и может быть многим из тех, кто нас сейчас смотрит, хочется поговорить немножко о Польше на будущее. И в этом плане Балтика, в этом плане Сопот. Часто пытаемся начать разговор, и все, вечно у нас на него времени не хватает. А это интересная тема, мне кажется. Да, безусловно, говоря о будущем лете, потому что все-таки Балтика, как правило, начинает стартовать с июня месяца, потому что... Зимой она штормит. Холодная, хотя, в принципе, есть отели высоколорные, которые работают и в зимку. Но, безусловно, вот, говоря о Сопоте, нужно рассматривать сразу три таких города в комплексе, как Гданьск, Гдыня и Сопот. Это так называемое труй-място, объединенное, в принципе, и находящееся друг от друга недалеко, и имеющее исторические, очень такие связующие корни. Гданьск и Гдыня являются портом. Сопот представляет из себя достаточно провинциальный городок, на самом деле. В свое время там очень часто проходили фестивали. Да, помним, помним. Старшее поколение об этом еще помнит. Безусловно. На самом деле сейчас очень много отелей реставрируется. Я была как раз в Сопоте в прошлом году, в феврале. Был очень теплый февраль. И потрясающая набережная в Сопоте. Длиной пляжный молл длиной около 9 километров. Один из самых крупных и больших пляжей в Европе вообще в Сопоте. То есть, действительно, вот зайти на этот молл, кстати, стоит денег, на самом деле. То есть, поляки стали очень внимательны к местам общего пользования. И для того, чтобы зайти на этот красивый длинный пирс, надо заплатить порядка 5 злотых. Это недорого, но, тем не менее, лично меня это удивило. Вот вы видите как раз эту фотографию. Очень много кафе и ресторанов. Очень много различных недорогих пансионов. Все первые линии, естественно, которые находятся ближе к пляжу, заняты дорогими отелями. Пятерками, четверками. Но в целом, конечно, могу сказать, что, учитывая, что у нас особо транспорта туда не ходит, то есть нет автобусов организованных, на самом деле Балтика это еще наша будущая тема для развития. Это как раз то, о чем я говорю, что не принято украинцам почему-то ездить отдыхать на море, именно в Сопот, а это там действительно огромное количество вилл, апартаментов, отелей. Рядом шикарный Гданьский, рядом куча мест, куда можно съездить. И даже если мы говорим об этом месте, безусловно, не могу не упомянуть о Мазурских озерах, которые находятся недалеко. И которые тоже имеют прекрасный яхтинг, потрясающие, обворожительные отели, апартаменты, которые находятся прямо на берегу реки и воды. То есть Сопот действительно встречает гостей с июня по сентябрь. Но это потрясающие песчаные пляжи, это хорошая инфраструктура, это то место, которое действительно хочется отправлять туристов. Более того, в прошлом году, вот такой пьяный дом, который находится в самом центре Сопота, очень много было предложений по студенческим турам. То есть трехразовое питание. Вы знаете, Балтийское море достаточно активно используется в серферских программах, то есть там дует хорошо ветер, поэтому предложения были по студенческим лагерям с возможностью обучения серфингу и кайтингу. Это сейчас достаточно модная тема. Вот, и безусловно, я очень рекомендую обратить внимание на наш сайт. В ближайшее время мы уже будем предлагать раннее бронирование по отелям Сопота, Гданьской, Гдыни. Безусловно, для наших клиентов, наверное, раннее бронирование не очень актуально сейчас цены. Ну, такое. Это очень сложная тема по поводу раннего бронирования. Да, это очень сложная тема. Но на самом деле, просто чтобы вы себе представляли, что курорты готовы, ждут туристов, на самом деле очень бюджетные варианты. Вообще, Балтийский отдых – это совсем другое. И вот, если мы хорошо знаем Средиземноморье уже, да, ну я имею в виду, конечно, туристов со стажем, которые ездят, знаем со всех сторон Красное море уже практически, там Индийский океан начали уже, да, Кипр с Критом, и всю вот эту вот песню мы ее поем почти ежегодно. А Балтика, ну она чуть-чуть ускользает. И именно по поводу наших стереотипов, которые отсылают нас в советское прошлое. Вот. Что такое Балтика? Ну это холодно, потому что все знают Петроград. Совершенно верно. Но на Балтике прекрасный отдых. И если не говорить о Петербургском, Финском заливе, который там, собственно, не совсем Балтика, то и страны Балтии, и польская Балтика – это совсем другое. Это очень оригинальный отдых, я бы сказала, а так для любителей Прибалтики, как такое, очень похоже. Очень много сосны, очень много песка. Именно пляжный отдых, да, можно рассматривать как но. Здесь я еще хотела сказать вот о таком пласте, тоже непаханная целина для Польши. Это как лечебные курорты, которые мы не так, кроме велички, которую знают все, не знакомы наши туристы с этим пластом, с достоянием Польши. Так вот я могу сказать, что на Балтике есть курорт Леба, где лечит сахарный диабет. И отели открыты круглый год, и там программы, работающие на трехразном питании. То есть это именно лечебный курорт? Леба – это именно лечебный курорт, находящийся на побережье. То есть вы можете совмещать приятно, ну приятно условно, но тем не менее, это не только лечение, но и профилактика. Поэтому вот приоткрывайте для себя Польшу в ее разных ипостасях, потому что лечебные курорты, вот у нас есть как раз на сайте, мы открыта страничка, это сайт «Ища дорог Украина», как раз тема лечения и оздоровления, спа, wellness, отдых именно в Польше. Это и Величка, и Бокни, и Кудова-здруй, и Рабка-здруй, и безусловно курорт Леба. Когда мы начали делать рассылку для того, чтобы показать все возможности лечения в этой стране, потому что я еще хочу раз сделать акцент на том, что очень бюджетно выходит, получается, то просто не хватало места, потому что действительно очень много информации хотелось дать, очень много разных вариантов. Та же Бокня, которая есть альтернатива Величке, которая находится недалеко от Кракова, которая лечит и астматические, дыхательные пути очень много. Вот недавно нам позвонил врач из Харьковской клиники, которые работают с больными, страдающими от астматических заболеваний. Особенно очень много в Украине, скажем так, больных, находится в зоне Запорожья, Кривой Рог. И очень интересовался по поводу возможности сотрудничать с нами, с точки зрения отправлять туристов именно на этот курорт, потому что часто задают вопрос, и именно туда хотят направиться, потому что очень бюджетно, недорого. Лечебный туризм – это штука тоже такая тонкая, потому что чаще всего лечиться и надо, и хочется это сделать хорошо, а денег на это очень трудно наскрести, и, может быть, Польшу нужно в первую очередь в этом плане рассматривать, если говорить о последнем, что денег трудно наскрести, то на польский курорт может быть и получится. И можно приехать на машине. Да, и добраться как-то попроще можно. Ну, тут уж проблема, если есть, то ее нужно каким-то образом решать, и в этом плане Польша может помочь очень сильно. Да, безусловно. Ну вот с точки зрения вашей Балтики, которую вы так хотите посетить, очень вам рекомендую, всегда готова вам помочь в этом выборе. И тут как раз еще и соединение лечения, отдыха, удовольствия, хорошие цены, то есть такая вот очень хорошая, действительно, такой коктейль всего, да. По поводу Польши хотелось бы еще затронуться одну тему, которую сегодня мы не касались, а именно экскурсионные туры. Экскурсионные туры в эту страну представлены зачастую на слуху у наших клиентов, может быть, с автобусом из Львова, поскольку мы граничим с Польшей, начинаем в Польше, и в комплексе у нас такие страны, как Германия, Австрия, Бенелюкс, Италия, Франция. Вот я бы хотела сказать о том, что сама Польша по себе достаточно большая, интересная, и мы делаем туры именно экскурсионные по Польше, причем не только в Новый год и в Рождество, а есть сеть регулярных туров, которые практически стартуют каждый день, или в заезды по субботам, по воскресеньям. Но одна из самых популярных – это польская прогулка, которая включает в себя Варшаву, Краков и Гданск, и Врослов, прошу прощения, это действительно самые три яркие такие города. Насыщенные, скажем так, города. Очень много старых польских городов, их незаслуженно забыли. Просто вот натоптанные… Их не забыли. Натоптанные… Ну, я имею в виду, их забыли туристические натоптанные маршруты. Они их обходят все-таки каким-то образом. Ну, вот сразу могу сказать, что Краков, безусловно, это сердце страны, Варшава – это столица, а Врослов – это просто польская Венеция, которую действительно очень рекомендую посмотреть. Вот польский цветок трех этих городов, называется тур «Польская прогулка». Мы предлагаем его и автобусом из Киева, и самолетом из Киева. И просто, если у вас, вы хотите путешествовать автомобилем, вы тоже можете перебезти этот тур. Также большим успехом пользуется тур «Звездная пара», то есть Краков и Варшава. Эти два тура стартуют, это предложение из Варшавы, то есть туда можно браться тоже и автобусом, и самолетом. И оттуда уже какое-то количество ночей вы находитесь в столице, смотрите экскурсионную часть Варшавы, потом переезжаете на ЖД поездах. К слову, в Польше очень недорогие железные дороги. И, честно скажу, поляки считают их не самыми прогрессивными, потому что основная масса туристов ездит на машинах, поэтому дороги очень хорошие. Поляки их откровенно недолюбливают, свои железные дороги. Но в последнее время идет реновация, старт поездов, возникают новые экспресс-поезда, которые соединяют один город в друге. Здесь ничего, да. Да, и поэтому, безусловно, становятся и дешевле, и быстрее, и интереснее, и экономичнее, то есть все вместе. Поэтому вот «Звездная пара» тоже хотелось бы обратить внимание. Но, безусловно, в Рославе, в Рославе, в Кракове, в Варшаве, в Гданске – это все то, что мы предлагаем и на Новый год, и в любую дату по желанию туристов. Если есть туристы с визой, я, естественно, тоже этот момент как бы хотел бы отметить, что, безусловно, есть горящие туры, так сказать, «Ласт Минус» с пятницы на понедельник. Они тоже у нас всегда есть на сайте, всегда можно зайти и посмотреть. Потому что, действительно, если у вас есть виза, почему вы должны платить больше? Это прерогатива для туристов, у которых есть виза. Ну, хорошо. Так вот, мы немножко обозрели, так сказать, Польшу, и, тем не менее, не упомянули еще множество замечательных мест и городов. По поводу того, ну, меня все время тянет на кухню, а тем более на польскую кухню я ее обожаю. Я же, ну, может быть, просто вы не знаете, наши зрители давно знают, что я пару лет прожил там, так уж вышло. Правда, при этом во всей Польше я, естественно, не был. И все не объезжал. Вот, по поводу польской кухни, что вы можете посоветовать нашим туристам попробовать? Потому что я уже засоветовался, и, возможно, ваши советы будут отличаться. Что попробовать из национального, да? Где попробовать, если какие-то места вы нам сдадите с адресами даже? Будет вообще здорово. Ну, или хотя бы так, куда идти? Ну, это касается, конечно, тех мест, в которые туристы, прежде всего, попадут. То есть, Варшава-Краков, там, ну, Гданск, можно. Да, спасибо. Пролюблен не будем. Вопрос вкусный, и я считаю, что, действительно, каждая страна должна ассоциироваться с каким-то меню. Если мы говорим в Италии, это, естественно, паста. Если мы говорим о Испании, это паэлья. Если мы говорим о Польше, то, безусловно, это суп журек, да? Потрясающая квашеная капуста с мясом. Попали туда же. Очень вкусная. Безусловно, я обожаю польское пиво. Вот, ну, для тех, кто любит покрепче, старый добрый напиток зубровка с яблочным соком или чистеньким. Вот, это то, что, в принципе, подают во всех забегаловках, которые не очень дорого, не очень дорого предлагают вам покушать. И меню очень разнообразное. И, конечно же, мы предлагаем разные варианты ресторанов. В первую очередь, для туристов, которые летят на Новый год в Краков, у нас есть два предложения по новогодним ужинам в отелях Краково, в ресторанах, шоу-программой. Там, безусловно, будет польское меню. Достаточно простая кухня. Причем, в принципе, есть и в Кракове или в Варшаве. Сметанно-капустная кухня. Совершенно верно. Гастрономические туристы, которые ездят уже именно вот, чтобы попробовать в разных ресторанах той же Варшавы. Я недавно встречалась с его знакомым, он летел из Варшавы. И я спросила, что ты делаешь, что ты делал в Варшаве. Он сказал, мы прилетели просто для того, чтобы покушать в вкусных ресторанах Варшавы. Это был вот ответ такой. Допустим, заказать супчик из гусиной крови, да? Супчик, съесть ребрышки на гриле. И на самом деле, мне все очень нравится в польской кухне. Мне нравится, что она очень похожа на украинскую кухню, но менее жирна. И, конечно, для тех, кто желает получить новогодние ужины в Закопанах, мы тоже организованно предлагаем такой ресторанный меню с шоу-программой. Ну, без Деда Мороза, конечно, но, безусловно, будет весело. Уже не первый год в Закопанах на самой красивой улице, самой центральной улице Круповка, в гуральской такой колыбе овчарня проходит вот эти вот новогодние ужины в Закопанах с потрясающими жареными колбасками, с официантами, одетыми в их национальные гуральские одежды. Здесь обязательно у них есть такой топорик, это символ Закопан, мне рассказывали, что это была такая история о том, что когда Закопаны засыпало снегом, так закопаны они назывались, да, то местные жители брали такие молоточки и таким образом обивали свои дома, очищали от снега и выживали в таких условиях. Ну, это старая добрая история, теперь вот когда вы приезжаете в Закопанах, можно увидеть эти штучки всегда как в подарок, можно купить как сувенир. Вот, и безусловно, национальная польская песня и пляски, которые они устраивают за едой, это все очень по-свойски. Мне больше нравится горская кухня, она более такая демократичная и большие порции, все очень вкусно, маринованная капуста, я очень ее люблю, она там в ассортименте. А еще, что мне нравится для туристов, которые любят мясные блюда, они делают потрясающий клюквенный соус, потрясающий клюквенный соус, который я даже сама пробовала приготовить, но на самом деле там надо знать какие-то нюансы, именно вот, чтобы он вышел, в любом случае вы можете это сделать самостоятельно, это очень просто, и в гугле всегда вы можете найти ответ, клюквенный соус, закопанский клюквенный соус. Вот, вот, кухня при этом очень бюджетно выходит, поэтому, безусловно, все это мы предлагаем нашим клиентам. Понятно, это очень хорошо. А сами бы вы, если выбирать какой-то польский город, ну или, допустим, закопаны как курорт, потому что, ну, городом это, ну, пусть и он будет городом, хорошо, сами бы вы где встретили Новый год и как вот в Польше, если бы вот сейчас предоставилась такая возможность? Я знаю, что у нас в связи с нашей работой не часто выпадают возможности встретить Новый год где-то на выезде в любимой стране, которой мы занимаемся, и вот вы ведете Польшу, и не факт, что получится. Но вот сами бы вы как это сделали, лично? Сто процентов не получится, и вопрос хороший. Я уже отмечала Новый год в Кракове, могу сказать, что это было замечательно, со своей семьей, своими друзьями. Потрясающе, залитая большим количеством народа площадь, старое место в Кракове, постоянно приезжают музыканты, какая-то идет программа, обязательно каждый год приезжают люди из разных городов, это, безусловно, давка, но это такой, знаете, рождественско-новогодний такой ажиотаж, и все в огнях. Краков, безусловно, очень красивый город, очень комфортно, я бы себя там видела и в плане остаться жить, на самом деле. Это действительно очень комфортный, хороший город, хотя вот недавно я смотрела программу о Кракове, и говорят о том, что в Кракове очень загрязненный город, и что очень много проблем с дыханием. Да, но мы этого не видим и не ощущаем. Не ощущаем, да, город очень красивый. Ну, а если, наверное, у меня была какая-то волшебная палочка, то я бы себя перенесла во Вродслав. Вродслав очень красивый город, и давно я там была, в последний раз я бы хотела освежить впечатление, увидеть Новый год в этом прекрасном городе, полном каналов, полных узких улочек, с красивой ратушей, с потрясающим центром. Вот я бы хотела. Понятно. Ну, насчет Вродслава, я с вами поспорил бы, я бы встречал там какое-нибудь 14 февраля, это вот тогда бы подходило действительно. А с Краковым, наверное, вынужден согласиться, потому что на Старомянской площади это круто, и это именно вот тот самый демократичный, как мы привыкли говорить, хотя это слово вообще ничего не передает. Новый год, то есть вместе с людьми, с прекрасными, веселыми, атмосфера добра и нового года. Да, согласен, тут все очень хорошо. Ну, Новый год все ближе и ближе, вам решать, где его встречать, стран много, возможности еще остались. Мы очень много говорили, начиная с конца сентября, о том, что нужно планировать это все заранее, зная, в общем-то, подход туристического рынка к таким турам. Все самое лучшее нужно выбирать заранее, что касается Нового года. Но, знаете, мы столкнулись с таким моментом вот в ноябре. Многие операторы начали заботиться о ленивых и добавлять что-то, добавлять, добавлять, для того, чтобы даже те, кто забыл про то, что хотел улететь куда-то или поехать, и встретить не внутри Украины Новый год, а где-нибудь в каком-то красивом месте, добавить максимум эмоций новогодних, то вот даже для них все-таки появляются еще какие-то свежие предложения, от вас в том числе. Спасибо вам большое за заботу о нас, ленивых. Всегда пожалуйста. Так что, друзья мои, еще не все возможности упущены. И пусть, может быть, цена сейчас будет уже чуть выше, конечно, чем в конце сентября по раннему бронированию, но есть еще возможность, не за бешеные деньги, найти себе новогоднее чудо и новогоднюю сказку. Вам, Татьяна, большое спасибо за рассказ о Польше. Спасибо вам. Я уверен, что мы встретимся и поговорим еще не раз, и о Польше в том числе. С удовольствием. Поскольку мы ее любим, не всегда мы, вернее, иногда мы думаем, что мы ее знаем, а на самом деле не совсем это так. Ну и до новых встреч. Спасибо. Спасибо вам. Всего хорошего. Вам тоже, друзья мои, спасибо. Встретимся в ближайшее время. Это BBB TV. Смотрите. И не только ради цен. Иногда бывает просто что-то эмоционально интересное. Спасибо. 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 Спасибо.